Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Геометрия 10-11 класса, Таносян, задание 136. Докажите, что если точка Х равна удлина от концов данного отрезка АВ, то она лежит в плоскости, проходящей через середину отрезка АВ и перпендикулярной к прямой АВ. Запишем дану. Нам дан отрезок АВ и точка Х равна удаленная от его концов. Что это значит, что точка равна удалена? Значит, АХ равно ХВ. Теперь запишем так. Пусть точка М – это середина отрезка АВ. И пусть прямая альфа проходит через точку М, то есть М лежит на альфа, и вот эта альфа перпендикулярна отрезку АВ. И нам нужно доказать, что точка Х лежит на этой плоскости альфа. Изобразим отрезок АВ. Изобразим точку Х, лежащую, равноудаленную от концов отрезка, то есть расстояние АВ и АВ и И. Нет, расстояние ХА и ХВ равны. Теперь отметим точку М в середину АВ и изобразим плоскость альфа, которая проходит через точку М и перпендикулярно прямой АВ. Нам нужно показать, что точка Х лежит на этой плоскости альфа. Давайте соединим точки М и Х. Первое. В условии сказано, что АХ равно ХВ, то есть точка Х равноудалена от концов отрезка АВ. Но это значит, что точка Х лежит на серединном перпендикуляре к отрезку АВ, то есть МХ перпендикулярна прямой АВ. Теперь что мы имеем? МХ перпендикулярна прямой АВ. Естественно, прямая МХ проходит через точку М. Точка М, подчеркнем еще раз, это лежит на прямой МХ. По условию АВ перпендикулярна плоскости альфа, которая проходит тоже через эту точку М, то есть М лежит и на плоскости альфа. В задаче 134 было показано, что если на прямой отмечена точка, то все прямые перпендикулярные данные прямой, проходящие через эту точку, лежат в одной плоскости. Следовательно, плоскости альфа принадлежит и прямая МХ. МХ принадлежит альфа. Но это значит, что и точка Х также принадлежит плоскости альфа, что и требовалось доказать. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.